На подходе уровень воды в Катунии Аби может резко повыситься в ближайшее время. Водитель не справился с управлением под Новосибирском, погибла семья из Алтайского края. В очередь за фото кубок Гагарина и его обладатель побывали в Барнауле. Наши новости начинают свою работу в эфире. Студия Елена Кузовкина. Здравствуйте. Подбирается к критической отметке уровень воды в Катунии в районе села Сростки. За минувшие выходные заметно вырос. Сотрудники МЧС не исключают, что в ближайшие дни может начаться вторая волна паводка. Заметно прибавила и Офи у Барнаула до критической отметки осталось всего 14 сантиметров. По сообщению специалистов, уровень воды в алтайских реках меняется ежедневно, но в целом ситуация пока стабильна. В Рио губернатор окрая Виктор Томенко сегодня познакомится с Изминогорским районом. Он посетит там несколько культурных и социальных объектов, пишет газета «Комсомольская правда Барнаул». Подробнее об этой и других новостях сибирской медиагруппы в обзоре далее. Виктор Томенко примет участие в торжественном открытии 18-х краевых дельфийских игр, посетит Музей истории горного производства имени Акинфе Демидова, осмотрит Центральную районную больницу, а также оптико-лазерный центр имени Германа Титова и площадку, где строится спортивно-оздоровительный комплекс. С руководством района Томенко обсудит вопросы развития здравоохранения. А в Наукограде между тем обострилась ситуация с разносом песка и пыли, пишет бийский рабочий. Чиновники мэрии обратились к руководителям предприятий и организации с напоминанием о том, что закрепленные за ними прилегающие территории нужно тщательно убирать. Песок и пыль, говорится в обращении, оказывают негативное влияние на здоровье горожан, особенно детей, пожилых и больных людей. О страшной трагедии, случившейся в День России, сообщает сайт Банкфакс. В Новосибирской области с моста упала машина, в салоне которой, утверждают участники интернет-сообществ, находилась молодая семья из Алтайского края. Свидетели происшествия рассказали, водитель машины с алтайскими номерами в какой-то момент не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Машина перевернулась на крышу, а после упала в воду. Очевидцы утверждают, за рулем авто была молодая женщина. Кроме нее, в иномарке находились ее муж, их полуторагодовалый ребенок и еще один пассажир-мужчина. Все они погибли, предположительно утонули. Елена Макаренко, Наши новости. Непогода преподнесла алтайским аграриям новый сюрприз, который нельзя назвать приятным. В Баевском районе, как сообщают местные жители, в минувшие выходные и затяжной ливень сопровождался градом размером с куриное яйцо. В Баевском районе обильные осадки подтопили посевные площади подсолнечника. По словам местных фермеров, ростки смыло под корень. Не менее плачевной ситуацией в Мамонтовском районе. Там ураган уничтожил почти 2000 гектаров посева в СОИ. Напомним, с 6 июня в крае уже действует режим ЧАЭС из-за отставания по посевной. Барнаульский студент Алтайского государственного технического университета Кирилл Сироткин продолжит свое обучение в вузах Европы. Парень попал в международную программу и уже в сентябре сядет за парту одного из университетов в Венгрии. Кроме того, ему ежемесячно будут выплачивать солидную стипендию. С Кириллом Сироткиным встретилась наша съемочная группа. Кирилл Сироткин, обычный барнаульский парень, общительный, играет на гитаре, и долгое время занимался каратэ, вполне стандартный набор увлечений для любого молодого человека. Вот девушки у Кирилла нет, он будто знал, что придется уехать и решил остаться холостым. Уже в сентябре студент АлтГТУ факультета информационных технологий и программной инженерии продолжит обучение в университете Будапешта. Там он проведет семестр, после будет Мадрид и Бордо. И, как нам показалось, после непродолжительной беседы парень намерен в Европе задержаться. Вы знаете, какие самые высокооплачиваемые в мире работают? Это программисты и медики. Да. В мире? В мире. Но не в Алтайском крае? Ну да, не в Алтайском крае. То есть, если получится, ты куда-нибудь от нас? Если получится, я найду самое хорошее место работы для себя. А где оно будет, это уже зависит от ситуации в мире. Чтобы попасть в программу Европейского Союза, которая спонсирует образование талантливой молодежи, Кирилл собрал необходимые документы, рекомендации, сертификат на знание иностранного языка. Собеседование по скайпу на английском длилось около 40 минут. В результате наш парень стал единственным российским студентом, который попал в данную программу. Я хотел бы поблагодарить свой вуз, кафедру прикладной математики, Кантора Семёна Абрамовича и Евгения Геннадьевича Боровцова, которые принимали непосредственное участие в моем поступлении, ну и всех остальных преподавателей кафедры прикладной математики в университетах в целом. Ежемесячно Кирилл будет получать стипендию примерно по 1000 евро. Кроме того, приглашающая сторона обещает оплатить все расходы на перелеты проживания. Парень с нетерпением ждет начала нового учебного года, как новой жизни. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости. Кубок Гагарина впервые привезли на Алтай. В выходные в Барнауле побывал наш соотечественник, а ныне игрок казанского хоккейного клуба «Акбарс» Никита Лямкин. Этот сезон его команда завершила с высочайшей наградой в российском хоккее. Прикоснуться к спортивному трофею он предложил и всем желающим. Толпы фанатов встречали Никиту в аэропорту на Карандино-Рене. При переездах кубок сопровождали байкеры. Пожалуй, самой массовой стала встреча в одном из торговых центров. За фотографией с кубком и росписью хоккеиста стояли в очереди поклонники этого вида спорта всех возрастов. Это вообще фантастика. У меня на самом деле скоро сессия. Мне нужно готовиться. На место того, чтобы готовиться к экзаменам, я стою здесь. Напомню, в конце апреля в финале кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги Ягбарс победил ЦСКА со счетом 1-0 и в третий раз взял награду. Для Никиты Лямкина это был дебютный сезон в составе Казанского клуба. Подробнее о том, как встречали хоккеистов в краевой столице, смотрите в нашем вечернем выпуске. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Самое быстрое похудение «Турбослим-экспресс». Всего за три дня до минус 3 килограммов и до 3 сантиметров в талии. «Турбослим-экспресс» от компании «Эвалар». В крае возможной дожди, грозы, ветер юго-восточный умеренный. 24 в Слабгороде и Кулунде. В Камне наоби до 26. В Белокуре, Хибейске, Заринске, Изминогорске 28 возможной дожди. В Барнауле грозы и до 28 тепла. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова